больше всего человеку мешает страх вы знаете если читать библию то очень часто повторяется в библии следующие слова пусть человек больше всего боится бога пусть у боится бога больше всего это я говорю о библии дело в том что очень часто люди говорят читайте библию читайте библию на самом деле такие люди подразумевают чтение и евангелие потому что библия и евангелие между собой отличаются почему дело в том что четверокнижье библии она является старый ну как бы ветхим заветом или истории иудейского народа а евангелие это новая история иудея который находился и который спас людей там спас иудеев ну и как правило всех остальных наверно тоже тем не менее я за иисуса христа но это евангелие когда мы читаем библию то именно в библии мы можем многократно прочесть слова где говорится о том что самое важное это страх перед богом убойся бога побойся бога пусть убоятся бога пусть испытывают страх мне это в самом начале когда я читал это было еще в 13 14 летний возрасте первый раз прочту прочел библию потом второй и третий раз прочел в зрелом возрасте от корки до корки включая псалтырь включая там псалтырь давидовы стихи включая притчи соломона я это все читал от начала и до самого конца и евангелие читал и иоанна богослова которое принято православной церковью не принято католической церковью но тем не менее там и старцев разных читала тогда и и талмуд читал тоже так вот когда пишется очень часто и часто повторяется о том что да убоится пусть страх будет перед богом и так далее то мне это коробило я думал да что ж такое да убоится да что ж такое потом со временем когда я стал взрослее я понял на самом деле это элемент такой который позволяет человеку справиться со своими внутренними страхами не нужно бояться то что есть перед тобой в тебе нужно бояться бога это единственное что нужно бояться об этом и сказано богом о том что бог тебя создал и бойся только его а всего остального не бойся уповай на бога бог тебя создал пусть он и боится за тебя а ты бойся его тогда все остальное тебе будет не страшно вот что имелось в виду в этом если ты не боишься бесконечно бога то всего остального не нужно бояться все остальное в руках всевышнего бойся бога в остальном будь бесстрашным именно об этом и сказано это своего рода такая тайная медитативная практика медитация на то что ты убоишься бога которая позволяет тебе кроме этого приоритета не иметь больше никаких страхов отлично вот видите эзотерика и в библии